Добрый день, благоговажаемые коллеги. На сегодня конференция посвящена диагностике, но мы взяли на себя смелость и кроме диагностических докладов представить еще такой доклад, который находится на стыке специальностей, на стыке диагностического момента и лечебного, потому как все малоинвазивные процедуры проводятся под тем или иным наведением лучевых модальностей, и поэтому здесь крайне важен элемент владения методиками визуализации. Уже сегодня достаточно много прозвучало про актуальность как таковой темы диагностики и лечения почечноклеточного рака, однако я позволю себе все-таки немножко остановиться еще раз. Мы все знаем, что достаточно большое количество ежегодно диагностируется этих исследований, случаев этого заболевания, и диагностика подобных новообразований растет из года в год, и это связано и с тем, что увеличивается продолжительность жизни пациентов, и с тем, что достаточно широко внедряются различные методы обследования. Не секрет, что находка опухоли в почке – это зачастую случайная находка, и после этого встает вопрос о том, что же необходимо делать, какое лечение порекомендовать пациенту. Почечноклеточный рак – это 2-3% от всех новообразований по уровню заболеваемости среди злокачественных опухолей занимает 10 место, и вот, как я уже отметил, что ежегодный прирост порядка 2-6%. В то же время, если мы говорим о клинических проявлениях почечноклеточного рака, таких, как были описаны в литературе, это боль, гематурия и так далее, то, как правило, это уже далеко зашедшие формы. Однако, если мы понимаем, что рак почки – это, как правило, случайно выявленное заболевание, то это, конечно же, локализованная форма. Локализованная форма, ограниченная самой почкой. В то же время, среди разных вариантов этой локализованной формы, подавляющее большинство представлено Т1 стадией, то есть это опухоль до 4 см. Какой же самый обычный пациент с почечноклеточным раком, раком почки? Это, прежде всего, мужчина, достаточно уже пожилой, у которого опухоль, как я сказал, небольшая, ограниченная самой почкой и с неизвестным потенциалом злокачественности, однако, как правило, это опухоли с низким потенциалом злокачественности, именно поэтому мы, как правило, находим опухоль, еще не проявившуюся какими-то отдаленными метастазами. Этот человек пожилой и, соответственно, имеет целый ряд сопутствующих патологий, которые во многом являются ограничением к выбору того или иного лечения. Мы должны помнить, что, когда мы сталкиваемся с малыми опухолями почек, мы должны соблюсти целый ряд моментов в кровогольном камне, камнем которого являются интересы пациента самого. Что же хочет пациент, когда он приходит лечиться по поводу подобного заболевания? Ну, прежде всего, это избежать осложнения того лечения, которое ему будет рекомендовано. Во-вторых, это, конечно же, остаться живым, несмотря на то, что, когда мы слышим диагноз-онкология, все думают, что это приговор, однако мы понимаем, что это потенциально курабельное заболевание, и большинство из этих пациентов будет вылечено. Третье, это сохранить почечную функцию. Несомненно, операция должна не нести такого фатального вреда, после которого пациент будет прикован к искусственной почке, и всю свою оставшуюся жизнь будет привязана к тому или иному лечебному учреждению. Лечение не должно причинять сильного стресса, то есть одно упоминание о том, что будет проведена операция, тем более там нефректомия или резекция почки, достаточно сильно нервирует пациента, и что также в определенной степени влияет и на прогноз той терапии, которая будет оказана. Пациент хочет, чтобы все это произошло как можно быстрее, чтобы не было какого-то выраженного косметического эффекта в виде большого разреза на теле, чтобы было это не очень дорого для него самого, и с другой стороны лечебное учреждение и государство заинтересовано в таковой низкой себестоимости процедуры, и все должно быть сведено к тому, чтобы пациента в итоге вылечить. Если мы обратимся к рекомендациям урологов на сегодняшний день, вот рекомендация НССН, то на первом месте лежит паршерезекция, паршерезекция нефректомии или резекция почки, а на втором месте, обратите внимание, стоит аблация. Далее активное наблюдение, и только на последнем месте международная организация рекомендует нефректомию как способ лечения при Т1 стадии. Какие же аблативные технологии имеем мы на сегодняшний день? Стандартные методики – это криоаблация, радиочастотная аблация, при этом криоаблация идет впереди, так как данный метод, что касается рака почки, показал некоторые преимущества относительно других методик аблации. К перспективным методикам относятся другие аблативные технологии, такие как микроволновая аблация, HIFO, высокофокусированный ультразвук, необратимая электропарация и также лучевая стереотоксическая терапия. Из чего же складывается успех любой аблативной технологии? Прежде всего, нам нужно точно разместить зонт или электрод в зону интереса, от того, насколько мы точно попадем туда, куда нам нужно, и будет в конечном счете зависеть эффективность проведенного лечения. Во-вторых, разместив инструмент, нам нужно достигнуть тех царевых параметров физического фактора воздействия, которые мы установили для себя как необходимые. Мы понимаем, что даже если мы установили зонт, но мы не вышли на заданные температуры по тем или иным факторам или не подвели необходимую энергию, то мы не получим нужного аблативного эффекта. Или он будет недостаточен, и в конечном счете возникнет рецидив. Нам нужно интероперационно увидеть, что мы своим воздействием захватили всю массу опухоли, что будет являться определенной гарантией того, что рецидив не возникнет. И нам нужно постоянно осуществлять мониторинг возможных осложнений и в случае их возникновения оперативно их купировать. Из этого вытекают те требования к методике лучевого контроля, которые мы ждем от той или иной методики визуализации. Нам нужно хорошо видеть опухоль, хорошо видеть соседние органы, сосуды, те инструменты, которые мы устанавливаем. Если мы говорим про креоблацию, то надо эффективно визуализировать ледяную сферу. Оптимально, чтобы эта лучевая модельность осуществлялась в режиме реального времени. Тут, конечно же, на передовые позиции выходит ультразвуковой метод, однако и магнитно-резонансная томография, и компьютерная томография в определенной степени также могут приближаться к режиму реального времени при установке инструментария. Хорошо, если эти данные будут воспроизводимы. То есть, когда мы проводим операцию, мы в послеоперационном периоде на этапах мониторинга за пациентом всегда можем поднять данные и понять, если, например, развился рецидив, то какова была его причина. А также на этапе планирования, когда мы только составляли план операции, мы можем уже изначально прогнозировать, каким образом мы достигнем зоны интереса. Очень здорово, если методика лучевого контроля, которую мы выберем, не будет ограничивать выбор инструментария для аблации. Что касается МРТ, это необходимы, как правило, амагнитные инструменты, или если мы будем использовать низкопольные томографы. Апертура ген-трекомпьютерного томографа часто лимитирует применение крупных инструментов, потому что мы находимся достаточно в ограниченном пространстве, и если пациент большой, то могут возникнуть определенные сложности. И также здорово, если этот метод будет безвреден, доступен и дешев. Что касается компьютерной томографии, то какими же вариантами проведения вмешательства мы обладаем? Это последовательный режим установки инструментария, когда врач шаг за шагом продвигает иглу или зонд в тело пациента, затем выходит из процедурного кабинета в пультовую, выполняется сканирование, и мы смотрим, где же на данный конкретный момент времени находится инструмент. Таким образом мы потихонечку, шаг за шагом достигаем нужного места. Второй вариант – это применение КТ-флюороскопии. Что подразумевает эта методика? То, что врач находится непосредственно около пациента в рентгенозащитном костюме, и подавая напряжение на рентгеновскую трубку, он увидит продвижение инструмента в режиме реального времени. Все очень здорово, хорошо видно, мы максимальным образом можем контролировать возможные осложнения, мы не заденем каких-то важных органов, однако мы все понимаем, что в данной ситуации врач находится постоянно под лучевыми воздействиями, получая достаточно большую зону дозу облучения. И, наконец, такие системы, которые вошли в нашу жизнь сегодня, это различные роботизированные системы и системы стереоскопической навигации, которые позволяют нам также попасть туда, куда нужно, но с меньшими издержками. Вот, в частности, на слайде представлен роботизированный комплекс. В чем суть данной технологии? В том, что сначала выполняется предоперационное сканирование, потом полученные данные загружаются в консоль томографа, на экране планируется зона аблации, определяется необходимое количество зондов таким образом, чтобы перекрыть всю массу опухолей. И далее вот эта подвижная рука устанавливается над поверхностью тела человека с нужным направлением, и через специальные лапки, в которых зажимается направляющая проставка, вводится инструмент на уже рассчитанную глубину под нужным углом, таким образом, чтобы мы могли максимально точно попасть в опухоль. Какие здесь могут быть сложности? Сложности может быть с тем, что пациент дышит, это приводит к смещению почки, однако, если проводится вмешательство под общей анестезией, мы всегда можем попросить анестезиологов либо дыхание отключить, либо остановить его на каком-то определенном уровне вдоха. Если же проводится подместо анестезии, то мы также можем это контролировать, предлагая пациенту сделать в нужный момент вдох, а глубина этого вдоха может быть лимитирована использованием специального датчика дыхания. У нас достаточно скромный опыт, это примерно 25 подобных процедур. Размеры опухоли составляли примерно около трех пациентов. Большинство операций мы проводили под общей анестезией, однако были опыты проведения местной анестезии и подобных вмешательств, и наблюдали за пациентами более года. У трех из наших больных развился рецидив опухоли, однако мы выполнили повторное вмешательство, дабы побороться с этой проблемой. Какие же в целом этапы аблации? Это предоперационное сканирование для оценки возможностей выполнения аблативного вмешательства, как такового его планирования, для определения взаимоотношения опухоли с соседними органами, и это тот бейзлайн, то начальное сканирование, то сканирование, которое мы в дальнейшем будем использовать для определения, для мониторинга пациента и сопоставления результатов. Сама аблация – это анестезиологическое пособие, установка зондов и выбор необходимого режима, и в послеоперационном периоде, в раннем, мы должны проконтролировать и убедиться, что мы не имеем каких-то серьезных осложнений, которые требуют коррекции, а на более поздних этапах – это контроль полноты проведенного лечения. Мы в своей практике используем отечественную креотерапевтическую систему с зондами от 1,5 до 3 мм, достаточно тонкие зонды, и данная машина позволяет одновременно использовать до трех зондов различного диаметра, и таким образом мы можем создать нужную конфигурацию ледяного шара, дабы перекрыть всю массу опухолей и добиться радикальности лечения. Мы, как правило, проводим две процедуры с охлаждением до минус 190 градусов с экспозицией от 8 до 10 минут. Между циклами мы используем пассивный отогрев, и после второго цикла осуществляется также пассивный отогрев опухолей, прежде чем эти зоны извлечь из пациента. Вся процедура видна на мониторе, мы можем четко видеть начальную температуру, потом ее постепенное падение, выход на плато, экспозиция, потом отогрев, и потом второй цикл повторяется. Посмотрим несколько клинических наблюдений. Это пациент достаточно пожилой, 74 года, рак левой почки, состояние после ее резекции, прогрессирования метастазов в легких, и вот метахоронный рак в правой почке возник. Вот тут его видно, сейчас покажу, вот здесь. В почку установлено 3 криозонда, вот так мы можем видеть ледяной шар, вот это темная вокруг зондов, зона ледяного шара, визуализируется сразу 3 установленных зонда, и вот эта зона аблации в раннем послеоперационном периоде, четко видна авоскулярная область паренхемы, отграниченная от нормальной неизмененной ткани, относительно небольшая зона, это обеспечивается хранение почечной функции. Еще одно наблюдение. Пациенту сначала было, у пациента есть образование в почке, и есть еще опухолевый тромб в сегментарной вене. Проведена аблация под ультразвуковым наведением, однако мы видим, что несмотря на то, что основная масса опухоли авоскулярна, вот сохранился этот самый тромб в сегментарной почечной вене. И уже в режиме КТ флюороскопии установлены два криозонда. Если можно видеть, что ледяный шар распространяется в том числе на элементы тяшечного лоханочного комплекса, однако в отличие от, например, радиочастотной аблации для креотерапевтического вмешательства, креохирургического вмешательства, это не является лимитирующим фактором. И вот в послеоперационном периоде видна масса опухоли авоскулярная и видна та зона почечного тромба, опухолевого тромба, которая также вошла в зону аблации. Какие же требования контроля ледяной сферы? Это перекрытие опухоли на 3,8 мм. Это обеспечивает то, что в краях мы потом не имеем рецидива заболевания. Мы должны контролировать распространение ледяного шара на структуры почечной синуса, на крупные сосуды, кишечных селезенок, на все соседние органы, что абсолютно естественно. И в этом отношении еще несколько примеров опухоли. Нижнего полюса левой почки установлен криозонд в данной области. И видно, что в принципе расстояние от криозонда до аорты достаточно небольшое. Видим, что ледяной шарф соприкасается с аортой и в определенной степени ее деформирует. Однако это также не является какой-то непреодолимой проблемой. И еще на клиническое наблюдение опухоль верхнего полюса левой почки. Также виден ледяной шарф, который контактирует с капсулой селезенки. Никакого разрыва не произошло и кровотечения удалось избежать. Вот в послеоперационном периоде видна авоскулярная зона в области ранее визуализируемого образования. Какие осложнения? Осложнения так или иначе связаны с повреждениями структур как самой почки, так и различных соседних органов и возможного развития кровотечения. Вратимся на экран. Опухоль единственной почки. Установлено несколько криозондов. И при контрольном сканировании видно небольшое кровоизлияние в околопочечную клетчатку. Это абсолютно нормально. Не требует какого-либо дальнейшего вмешательства. Не требует эвакуации этой гематомы. Снимок в послеоперационном наблюдении. И еще один пример. Когда мы видим два гиперваскулярных образования единственной почки на верхнем полюсе и установлено несколько криозондов и выполнена аблация. Однако, что мы видим при контрольном сканировании? Видим, что достаточно большой гемоторакс мы получили. Это было связано с тем, что при установке криозондов один из них прошел через диафрагму. И таким образом возникло сообщение между заброшенной клетчаткой и плевральной полостью. Так как давление в плевральной полости отрицательное, то потом при повышении температуры, при оттаивании ледяной сферы, та кровь, которая попала в заброшенное пространство, начала шунтироваться в плевральной полости. Это потребовало выполнения видеоторокоскопии и эвакуации гемоторакса. Подподытоживая, хочется что отметить, что в принципе методика криоблации почки относительно, подчеркиваю, проста, безопасна, эффективна, спровождается небольшим числом осложнений, обладает низкой себестоимостью и может выполняться повторно при необходимости. Однако здесь необходимо иметь в виду, что при всей кажущейся простоте подобного вмешательства здесь есть очень много нюансов, как относительно самого проведения аблации, формирования ледяной сферы, так и на этапах навигации. Конечно же, подобный подход требует определенного опыта. И что касается вопросов мониторинга, то компьютерная томография в определенной степени представляется нам сбалансированной методикой, методикой, которая обладает достаточно широкой доступностью, могут быть использованы томографы как оснащенные функцией флюороскопии, так и без таковых. Возможно, в зависимости от оснащения клиники, выбраться оптимальный путь к этой навигации либо последовательный режим, либо режим флюороскопии, либо с применением различных роботизированных систем. При необходимости может быть проведено контрастное усиление, дабы убедиться в том, что мы целиком захватили в зону криооблации, в зону формирования ледяного шара всю опухоль. И также методика компьютерной томографии позволяет одновременно визуализировать как саму опухоль, ледяную сферу, криозонды и соседние органы, и таким образом быстро диагностировать те возможные осложнения, с которыми мы можем столкнуться. И в дальнейшем эти данные могут быть использованы как для сопоставления с полученными данными компьютерной томографии на этапах мониторинга за пациентом, на этапах исключения возможного рецидива. Спасибо большое.